Ну ладно, это не важно. Дальше, я потом прочту, когда мы отойдем. Сейчас еще буду считать, время тратить. Вы что-то хотели сказать еще или нет? Нет, я вам хотел как раз вот эту статью послать, чтобы вы ознакомились с тем, что думает не только, так сказать, не еврей, но еврей о своей истории. Там, значит, женщина-еврейка, живущая в Канаде, пишет о том, что, значит, всю историю нас гоняют с эстономистом. Ну, в общем, из-за того, что мы сами не совсем, так сказать, хорошие. Ехали в Египет, значит, нас оттуда выгнали, в Испанию тоже там, ну и так далее. То есть надо быть готовым к тому, чтобы и Канаду тоже покинуть. Вот таким вот образом она пишет. Я-то это им так не интересуюсь. Я захожу с божественной стороны, зная, как история мировая описана и чем она закончится. А вот это, что они сейчас где-то делают, там в каждом государстве гонят, гонят, это не за богоугодные дела-то. А где они не бывают, начинают эксплуатировать, обманывать людей. Я это все прекрасно знаю. Я занимался еврейским вопросом очень много. У меня три книги написаны на эту тему. Не просто так. И не касается. Потому что я захожу только с одной стороны. Я родился на эту землю, и мне назначен определенный путь. Его высветил Господь. Он избрал этот народ. Бога избранный народ, это определенно. Тут говорить не надо даже. И теперь его история какая. И в эту историю я вхожу как язычник через Иисуса Христа. Получаю спасение, что он умер за мои грехи. Все. Дальше я знаю, как с еврейским народом будем, как они придут к мировому владышеству. Библия все мне это описывает. А что они делают, и все делают. И делают неправильно. Но они за это ответят. Мне дано право благословлять этот народ. Я не просто благословляю этот народ, а я люблю его. Не, не... Значит, вы сами себе противоречите. Не этих, которые Христа распинали. А в общем, этот народ, ну как вот просто этническая категория. Так выразимся. Вы сами себе противоречите. С одной стороны, вы называете этот народ самая большая в мире этническая мафия, действующая поверх границ. С другой стороны, вы призываете их благословлять. Да, да, да. Вот это не соответствует. Я вам сразу об этом и говорю. Значит, далее. Я вот, ну как бы обдумываю нашу с вами беседу. И, так сказать, хотел бы вам сказать, что я расцениваю некоторые ваши заявления. Ну, как бы проявление такого свойства людей, которое называется нарциссизм. Ну, то есть, вы знаете, что такое нарцисс. Вот. И, так сказать, самолюбование. А также я увидел вашу претензию на то, чтобы, ну, быть канонизированным. То есть, да, ваше поведение... Я против канонизации. Вы тут маленечко, Александр Николаевич. Не, никак. Я абсолютно против, выступаю против канонизации. Тут это никак не подходит ко мне. Я против канонизации. Вот в чем дело-то. Так что мы не ошиблись тут. Не, ну, ну, это тут. Нет. Об этом разговор даже не может вести. Это, Бога, противное дело канонизации. Только на суде Божьем выявится, кто спасенный. А люди берут на себя власть, решают, кто на небе, кто в аду будет. Не написано, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не верующий не увидит жизни. Вот и все. Отношение к английскому народу написано определенно, да. Если вот вернуться назад, как бы, к теме евреев, то тут тоже вот, ну, как бы, противоречие. С одной стороны, мы, как бы, знаем, что это Бога избранный народ. Но, однако же, мы знаем это только со слов своих, самих же евреев. И больше никто об их богоизбранности не говорит. И наоборот, вот, даже вот сама еврейка, которая, ну, заметку я вам послал, значит, она говорит, мы всегда приходили в развитые цивилизации, скажем, та же вот египетская цивилизация, испанская, там, немецкая, там, и так далее. И нас всегда очень хорошо принимали, но за те, в общем, нехорошие дела у нас стабильно, как бы, раскусывали нашу сущность и потом изгоняли. Так вот, опять-таки, я, у меня масса сомнений. Если об их богоугодности говорят только они сами и больше никто, с какой переляху, что называется, мы-то их должны считать богоугодные нации? Нет, это слово я не говорил, Александр Николаевич, я не говорил, я говорил о богоизбранности, а не богоугодности. Они во всем Ветхом Завете, Господь говорит, во что вас бить еще, продолжающий упорствовать? Нет живого места в вас. Волд знает и владетеля своего, осел знает, а народ мой не знает меня. Они хуже волнов, хуже ослов, Библия говорит. Но общий Божий план нам известен. Остаток Израиля спасется. Это многострадальная нация. Ей выпал такой жеребий. Но, допустим, мы живем, у нас есть уязвимые какие-то области нашего тела. Но не от меня это зависит. Бог дал мне аппендикс. Вот он воспалился, меня со стройки привезли. И, знаете, Тихонович, я оговорился, я неправильно сказал, что богоугодность и так далее. Вы совершенно правы. О том, что эта нация избрана Богом, мы знаем только от самих евреев. Ну как? То есть мы знаем из Библии. Вы имеете в виду Библию? Ну да. Ну да. Значит, Библию принесли евреи. Конечно. И мы говорим, что это было. Они же дали Иисуса. И никто больше не может сказать, что эта нация избрана Богом. Никто. Только они об этом и говорят. Ну что, был Иисус Христос. Вот я вам вопрос задам. Скажите, вы уверены, что женщина, которую вы называли матерью, она действительно ваша мать? У вас на чем основана эта уверенность? Ну, во-первых, я на нее похож. А, ну только что похож. А вот я на мать не похож, она у меня горянка. Но я похож на отца. Это нам сказали. Теперь, какая у вас уверенность, что дата рождения ваша точно там есть? Да никак, нам сказали. У одного есть вера, а другой нет. А там произошел взрыв, образование космоса, там что говорят. Ниоткуда никто не видел. Кости динозавра, там миллионы лет. Мы ниоткуда не знаем. Нам говорят, верь или не верь. Я в это верю. Верю, что за меня умер Христос. Он еврей был по плоти. А он был Бог, Бога-человек. Я верю, другой не верит. Это дело веры, не проверки. Вот плащаница, которая хранится в Риме-то. Мне она не нужна. И говорят, а вы верите или нет? Я вообще этим не интересуюсь. Вот вы сейчас говорите, а я мысленно и уже молюсь. Господи, как тебе это угодно? То есть я все время нахожусь в молительном состоянии. Вот мы только с вами разошлись, и я сразу начал о вас молиться. Спасибо. Господь вас сохранил, чтобы привел к полному осознанию, смысл жизни, чтобы вы не были покинуты, насытились этой любовью, которую Бог дал нам. Значит, вот я хотел бы вам сказать, вот вы говорили о чуде. Да. Значит, чудо, я считаю, что я сам. То, что, во-первых, пережив три покушения на свою жизнь, я остался жив. И второе, значит, то, что, скажем, те люди, которые, ну, покушались на меня в той или иной мере, значит, как физически, так и, сказать, административно, они почему-то все передохли. Даже более того, значит, вот человек, который здесь меня обманул, там, ну, на 250 долларов, я на него отпахал неделю, он мне ничего не заплатил. Через какое-то время он потерпел аварию и разбился на смерть на машине. Ужасно. Понимаете, вот чудо это, наверное... Чудо. Чудо это защита Божия. У меня в моей биографии точно так же. Кто меня судил, следователь или прокурор, я еще не вернулся из заключения, они уже все в гробу лежат. Вот и все. Это Бог так делает. Вот посмотрите, академик, смотрим, сколько он там, он перечисляет, какие сидели люди, Волков, Лихачев. Они пробыли долгое время в ГУЛАГе. Живут 80 лет, 90 лет. А другие обихожены, все у них есть. 55 лет его уже нету. Ну вот, и вот сегодня я только что узнал, что, значит, ну, заклятый мой недруг, можно сказать, умер. От рака, и причем давно, я об этом даже не знал, но только сегодня известие получил. Значит, человек, который стрелял в меня из ружья, значит, я прямо вот чудом успел спрятаться за отвал бульдозера, умер очень давно. От рака умер, и этот от рака умер. Понимаете, вот такая вот ситуация. Я это испытываю, и это у меня брат, он священник. Его как гнали, уполномоченный, это генерал-майор КГБ в отставке, настоятель, старейший священник, там, трое-четверо, их ни одного нету. У нас тут один был священник, и они его посадили, свои же, епархиальные, там где-то вроде Дум он присвоил. Володя Суртаев-то, я ему в тюрьму, я в тюрьме сотрудничал. Ну вот те, которые подавали на него, которые гнобили его, епископ вместе, епископ 41 умер, тот, который главное обвинение подавал в 36, а который был главный кассир в епархии, это Амосов, его шофер убил. Скажи, как тот вымел одним взмахом где-то, а этот, который сидел-то, Володя-то, он вышел, ну, больше в попы не пошел работать, там, организовал фирму, каует железо, там, разные орнаменты и прочее. Вот и все. Я это знаю, это действительно так. Господь говорит, не мстите за себя возлюбленным, мне отмещение, я вас дам. Поэтому, даже если враг пал, ты, говорит, не радуйся, а поскорби об этом, он ушел навсегда. Чтобы гибель врагов, она не принесла нам внутреннего удовлетворения, а поскорбели о нем, он уже никогда не вернется, никогда этот Пугачев, никогда, Разин не вернется. Ну, это так. Иначе Богу, говорит, не угодно будет, и он разрушит дела твои, так Библия говорит. Это дело веры, Александр Николаевич. Верите, значит, это дело веры. Тут доказывать ничего нельзя. На каждом шагу, а был ли такой Давид? Я верю. А написал он в Псалтире, а может не он, а может и так. Но я верю в это, и для меня он Давид. Я ему молюсь. А Божья Матерь была вот такая, она, говорит, она была женой Иосифа, были еще дети. Я в это не верю. Был один Господь, рожден они от семени мужа. Я верю в это, как Библия, как Евангелие говорит. Дело веры. И мне сегодня, вот я даже могу сказать, вот только сейчас, минуточку, вот женщина мне одна говорит, вот, вот посмотрите здесь, это не на это, вот, вот, а та ситуация в группе, вот, маленько еще повыше, чуть-чуть, посмотри, надену пальчику где-то. Вот она говорит, посмотрела сейчас беседу на форуме с Артаморшиным Александром по скайпу. Какая горячая, искренняя беседа. Три, десять восклицательных знаков. Ваше отношение к еврейскому народу я знала, но здесь не отношение, а безграничная любовь. Еще столько же восклицательных. И так искренне, что захватило и мое сердце и взялось потоком слез. Благословя наш Господь, Бог и Егова. Благодарю вас и вашего собеседника Александра. Вот, Александр, вы прославлены тут в эфире. Спасибо. У нас хорошая была беседа, принесла внутреннее удовлетворение людям. Я не скрываю никогда, что у меня... Я хотел попросить вот нынешнюю нашу сессию не пускать в интернет, потому что я вот только что открыв глаза, я лежу перед вами на дешем, что называется. Это будет не очень, ну, как бы тактично, ну, прежде всего, тем людям, которые будут смотреть это. Вы выглядите совершенно нормально. У вас выйдется только верхняя часть тела. Это не причина. Все нормально у нас. Вы выглядите нормально. Лицо ваше не искажено ненавистью к врагам. Все еще нужно. Видно на черепе большая какая-то там черта, борозда. Вы пострадавший человек. Так что нет ничего. Нет, это не причина. Ну, слава Богу. Ну, люди, если... Александр Николаевич, если людям это приносит даже до слез, они умилились, мы больше его желать не можем. Ну, ладно. Не скрывая моих отношений к евреям и говоря, да, действительно, не только я благословляю, но я люблю эту нацию. Ну, я, конечно, ваше мнение в этой части не разделяю. Я считаю их, в общем, коварной и чрезвычайно хитрой нацией. Кстати говоря, значит, вот утверждение о том, что они там, ну, все там буквально люди очень талантливые и так далее. Я достаточно встречался в своей жизни с евреями, поэтому, ну, как-то вот не было таких вот очень талантливых. Ну, масса таких вот примеров я мог бы рассказать. Ну, скажем, вот недавно совсем мне рассказала женщина, которая сотрудничала с одним из евреев. Она сама Петрограф и, скажем, во время командировки, она была там в этой длительной командировке служебной вместе со своей подругой и одним евреем, тоже их сотрудником. Значит, этот еврей был совершенно, так сказать, некомпетентным человеком, и, значит, он даже и делами-то не занимался. Но когда вот эти две подруги начинали обсуждать, так сказать, вот эти вот технические, геологические вопросы, он очень внимательно слушал и задавал массу вопросов. Зато потом, когда пришло время им вернуться на своё предприятие, и они давали отчёт перед руководством о проделанной работе, этот еврей неожиданно начал выдавать все их достижения за свои. И таким образом он прослыл очень компетентным человеком и, так сказать, сумел выдвинуться именно по служебной линии. Я хотел просто... Я рассказал вам вот этот вот эпизод как раз с тем, чтобы, ну, показать, что на самом деле евреи, ну, совершенно не такие уж талантливые, совершенно не такие вот... Так, Александр Иванович, больше не надо. Вот всё, что вы говорите, абсолютно всё правда. И я это знаю и говорю. И вот, которые о некоторых чужому труду примазаться, хоть где-то, защита диссертации, обязательно не гречик туда всунется. Всё это я знаю, я с ними-то общаюсь. Вы нигде не слукавили, сказали, но я не с этой стороны подхожу. А то, что через них пришёл Господь, мой Спаситель, через них Бог дал мне Святую Библию. И у меня отношение к этому народу особое. Просто особое. В моей молитве они постоянно. Чтобы остаток Израиля спасся. Поэтому даже время на это не тратьте. Каждое ваше слово я пережил в своей жизни. Опровергать ничего даже не берусь. Это действительно всё так и есть. Поэтому вам понять меня, может быть, не сразу даже понятно. А если вы знаете, а что так? Ну, бывает, сын проходит где-то, но мать по-прежнему её любит. Вот у меня вот это чувство братства, материнства через Христа. А что они делают, подготавливают? И революцию сделали, сто миллионов. Обошлась эта еврейская революция жизни у нас в России, о чём Достоевский предсказал. Всё. Я ничего не опровергаю. Я говорю о моём внутреннем чувстве по отношению к ним. Да, скажут, да, но это как-то не совпадает. Всё, что скажут, я признаю. Да, так. Но просто вот я такой, я от вас не скрываю. Я за цыганский народ не молюсь. Просто за все народы. А за евреев я отдельно молюсь. У меня отдельная молитва об евреях. Нет, ну а почему вы за цыган не молитесь? Я молюсь за весь народ, за всех. Но я не называю еврейские прямо по их названию. Господи, помилуй еврейский народ, откройся им, чтобы они приняли тебя как мессию. Чтобы перестали злодействовать. Чтобы не обманывали народ. Чтобы они не позорили Бога и Иегову. У меня молитва такая, что евреи, стоящие рядом, содрогаются. Скажите, пожалуйста, а что, Бог и Бог и Иеговы, это разные люди или ещё как-то там? Это имя, слово Иегова, переводится сущий. Всегда существующий. Восемь раз в Библии это слово упоминается. Но его переводчики перевели, оно по-еврейски звучит не так. Не Иегова, а Яхва. Яхва или Ягва. Там тут ещё даже Яхва. Ну, Хитлер говорят и Гитлер. Зарубежно Хитлер говорят. Так что, ну, согласимся, Ягва. Но семь тысяч раз ещё, семь тысяч, кажется, четыреста раз, встречается это слово, переведённое под словом Господь. Адонай. Вот так. То есть это одно и то же лицо, я так понимаю. Да, да, да. Один в трёх лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но это один Бог. Один. Это тайна великая, непостижимая. Однажды, если я не ошибаюсь, шёл Амросим и Яландский по берегу. Море и так задумался. Ну, как вот, три Бога, Отец. Ну, ещё непонятно-то. Бог Сын. Три и один. Как так? Ну, никак не могу понять-то. И смотрит маленький мальчик, что-то тут бегает. Волна набежит, он от неё волну почти привнёт там этой, раковина-то. Бежит, и ямка у него, и он выливает в песок, а вода-то и уходит. Он посмотрел и говорит, а что ты делаешь? Он говорит, хочу этот океан вычерпать. Он говорит, это невозможно. У тебя, во-первых, всё уходит. А во-вторых, он говорит, а как же ты решил невместимого Бога понять твоим умом-то? Он вздрогнул, смотрит, никого перед ним нет. То есть ангела Бог послал, чтобы вразуметь. В нашу эту черепушку-то, ну, не так и много может войти-то. Есть тайны. Есть у человека душа. А как она выглядит? Она есть. И при смерти она выходит. И идёт наш ответ. Мы говорим, человек бездушный. Мы говорим, у нас, говорят, ой, душа болит. Болит. Как болит-то? Поел нормально, кишечник нормально, в мирной обстановке, сухая комната. Всё. А душа болит. Почему? Печальное известие, которое придёт через час. А в это время погиб сын у неё. Она не находит места. Я не пойму, что со мной. Она уборщица, стулья бросила, опрокидывала, села и заплакала. Ну, она, брату моему, своященеца. И буквально час не прошёл, заходит посыльный и говорит, ваш сын из самодельного пистолета застрелился. Он делал несколько операций, нога одна короче была. И так у него получалось ещё хуже, и он застрелился. Но мать-то этого не знала. Она была на людях. Она такая говорливая, тётенька. И вдруг он с ней сделал такое, она прям в пространство упала. Не могу, говорит. Всё, села и заплакала. Какая-то беда. Это нельзя объяснить. У меня мама, мама моя, Мария Егоровна. Вот 29 ноября ей, сколько, 15 лет как умерла она. У нас 10 детей у неё. Пять сыновей, пять дочерей. Она спит в комнате. У нас по огороду идти дальше, и там баня. Далёко, за Мшанником, за кухней. Баня. Она соскакивает, ворота открывает ночью. Ночью, там часа в два-три. И туда бежит. Зачем? Я, говорит, ещё не знаю. Ноги меня несут туда. Я открываю, ничего не видит. Свет-то включила, а сын её висит в петле. Он повесил пьяница. И она схватила топор, и как ударила по крюку. Он деревянный крюк этот был, забитый. Он обломился и упал. И этот сын всё ещё живёт по сегодняшний день. А прошло больше 20 лет. Это нельзя объяснить. Вот так и наше отношение к тому, во что мы верим. Я верю. Этому народу Бог доверил всё. Они не сохранили. Они гнали пророков. И Бог их рассеял по всему миру. Я знаю, тем более скорблю о нём. Так вот, матушка моя покойная, она постоянно говорила, когда я рассказывал, что были покушения, я тем не менее, так сказать, уцелел. Она говорила, что ты родился у меня в рубашке. В рубашке. Я эту рубашку долго хранил, но потом сосед украл. Она подринница была, такая французская. Она околоплодная оболочка. Да, да. Церковь запрещает это. Это относит к шаманству. Это грех. Это никакого отношения. Корова слизывает языком, а женщины там всё берут и как биоматериал закапывают. Она хранила. Вот она говорит, что ты в рубашке. Это фольклор. Ну и фольклор тоже. Это же в русском фольклоре. В рубашке родился, да? Пускай. Я в рубашке родился. В Библии этого нет. В Библии нет. Для меня главное это библейское. Имеет ли подтверждение на странице Святой Библии. Если это не имеет, я просто услышал, принял к сведению. Оно написанное там, я обязан выполнить. Я христианин. Ну ладно, Игорь Тихонович, извините за то, что я оторвал вас от ваших дел. Вы не оторвали. Я хотел сказать, Александр Николаевич, если когда-то вот так надумаете, что-то срочное будет, примерно на 2,5 часа раньше вот этого времени. Пометьте себе. Ну, а 2,5 часа, вот сейчас у нас, я вам скажу, 8 часов. Мы начали с вами общаться, ну где-то в 7.30. А я в 7 просыпаюсь. Я вот спидал. А мы там в 7, независимо от того, что вот я с вами сижу сейчас, а вот у нас сейчас, ну, до полдвенадцатого, мы всегда встаем в 4.40. У нас другой распорядок. И днем никогда не ложимся. И поэтому сейчас я от осна, уже у меня оторвано больше часа, и я должен теперь еще только остановиться на молитву. Поэтому по нашему, по местному в 9, мы все знают, нам звонить нельзя. Мы уходим на молитву, у нас правила определенные, мы готовимся. Мы верующие, не мы на слышке. Я учту. До свидания. Желаю вам здоровья. Я благодарю вас, что позвонили. До свидания. Слава Христу, что так получилось. Да благословит его Господь. Видишь, как он звонит, это не случайно. И вот этот вопрос задел где-то. И надо помолиться, чтобы он был правильно понят. Его сильно интересует еврейский вопрос. Евреи сами дают тут повод тому. Но это не моего ума.